МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Цивилизованная торговля и опора на кубанского производителя. Проблемы, решения и перспективы. Вениамин Кондратьев познакомился с анапчанами. По документам не значится, а в реальности все еще существует. В Анапе состоялось рабочее совещание о состоянии потребительского рынка, в котором принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кубанский борщ, мясные котлеты, овощной салат и ягодный компот. Это сегодняшний обед школьников, отдыхающих в санатории Анапы. Меню здесь каждый день разное. Повара на кухне трудятся практически бесперерывно. Впечатлениями от результатов такого труда кубанских блюд дети делятся с Вениамином Кондратьевым, который приехал сегодня в Анапу проверить, как работают местные здравницы. Ну как еда? Вкуснее в Москве или здесь? Здесь! Здесь! Она не только вкусная, она еще и полезная, потому что здоровая. Она наша, местная, кубанская. То, что вкусно, хорошо. Но важно и то, продуктами каких производителей здесь кормят детей, задает вопрос глава региона. Директор санатория рассказывает, почти 70% это кубанский товар, а вот остальное, к примеру, замороженное мясо приходится закупать из других регионов. Парадоксально, но привозить то же самое мясо птицы из Белгорода получается дешевле, чем, например, из Новороссийска. Поставщики не все могут по графику нашему, которую необходимо, поставлять нам. А есть другие компании, которые это могут сделать. И вопрос тут и цены, вопрос и достаток, вопрос и в расходе платежей. В организации, да. Мне принципиально, чтобы вот здесь у вас была наша кубанская продукция. Принципиально. И поверьте, они едут, чтобы поесть наши. В Москве они московскую кондитерку поедят. А у нас пусть поедят то и попробуют хотя бы то, чтобы и зимой. Выпечку здесь, на Кубани. У нас самое страшное, что ни один потребитель, ни один поставщик к нам не выходит на разговор. Я уже докладывал. Они не готовы с нами. Мы идем, просим, продайте нам. Мы готовы платить. Ну все. Они к нам не идут. Почему? Непонятная ситуация. Не лучшая ситуация и в магазинах курорта. Половина ягод и фруктов на прилавках, если не импортные, то привезенные из других уголков страны. На рынках кубанских фруктов, конечно, чуть больше. Зато в мясных и кондитерских рядах Кондратьеву, не скрывая, рассказывают, все привозное. Радуют пока только прилавки с овощами. В сезон все наши. Местные огурцы и помидоры отдыхающие называют свойскими и очень уважают. Вы как местный производитель. У вас импорт конкурент с вами или нет? Или все-таки даже если будет импортная наша, у вас будут наши? Даже если будет дороже. Вы знаете, что, наверное, вот в последние пару лет уже не конкурент. Прогулка по рынку перешла в краевое совещание и, по сути, задала его основную тему. Анапский рынок в данном случае, говорит Кондратьев, наглядный пример общей ситуации на всем побережье, где на прилавках не больше 50% местных продуктов. Подобный перевес наблюдается и в целом в потребительской сфере региона. Фермер Владимир Бедарев прямо на совещании рассказывает главе края о том, какие заощренные схемы порой придумываются, чтобы отсечь некоторых кубанских производителей от поставок. Для того, чтобы мне принять участие в аукционе, я должен вырастить бананы, цитрусовые, и вместе с яблоками, с черешней и со всей остальной продукцией. То есть вы думаете, что одним лотом заявляют? Конечно. Магазины, санатории, рынки чаще работают не напрямую с производителями, а получают продукты через поставщиков, так называемых операторов, которые во многом везут продукцию из других регионов страны. В некоторых случаях она дешевле, правда, не всегда лучше по качеству. Под видом сливочного масла, например, могут продавать спреды. Очистить рынок от подобных поставщиков и наладить систему прямого контакта между кубанскими производителями и продавцами – задача, которую ставит Венимин Кондратьев перед профильными министерствами. Сегодня профукаем, завтра не будет, завтра нечего будет есть. Нормального нашего родного. Будем верить им этикеткам, где написано «все нормально и все хорошо». На самом деле это далеко не так. Мы должны создать такие условия, чтобы вот эти операторы, которые торгуют не нашей продукцией, с рынка ушли. Если они сейчас сами не поймут и не переориентируются, мы их просто с рынка выдавим. С законными способами, в том числе законами рынка. Внутренний рынок Краснодарского края должен быть ориентирован на кубанские продукты. По сути, взят курс на создание единой системы местного продуктового товарооборота от производства до прилавка. Продукцию наших сельхозпроизводителей и переработчиков за пределами нашего регионального рынка никто не ждет. Если мы сможем цепочку замкнуть, то в этом случае производитель, который будет производить, продавать, даже если на наше побережье, налоги останутся где? В кривом бюджете. А реализуя здесь, он тоже налоги заплатит местный бюджет. Я не хотел бы, чтобы мы теряли свою прибыль и налоги и бюджет. Это было неправильно, не по-хозяйски. Цены же на кубанские продукты должны регулироваться здоровой конкуренцией, замечает Вениамин Кондратьев. И создать для нее максимально комфортные условия – одна из главных задач ближайшего будущего. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Анапа. Создать комфортные условия для местного товаропроизводителя и дать зеленую улицу своей, кубанской продукции. Центральный рынок Анапы подвергся критике Вениамина Кондратьева. С одной стороны, как несовременный, не знающий много лет модернизации, а с другой, как рынок, торгующий преимущественно привозными продуктами. Есть у нашего центрального рынка еще одна проблема, нерешаемая годами. Не красят его стихийный торговый ряд на улице Краснозеленых, облюбованный бабушками с букетиками цветом и несколькими пучками зелени. В самом рынке уже давно организованы социальные ряды с местами для ветеранов. Мы заглянули сюда, они полупустые. Тессия Федоровна Максименко рассказала. Нам бесплатно. Вот тут несколько человек стоит, которые Белый дом дал. Да, вы что? Да. А вот в пустые места люди не хотят сюда становиться? Не хотят становиться. Это несколько человек. Тут сколько? Один, два, три, четыре человека. А покупатели бывают у вас в течение дня? Как же, бывают. Место удобное? Ну, для нас нормально. Ситуацию прокомментировал контролер рынка Виталий Паршуков. Ряды сделаны специально для ветеранов, также для бабушек, для малоимущих. Вот директор наш выделил 40 торговых мест специально. А сколько занято всего? Ну, занято всегда по-разному. Тут любой желающий может прийти поторговать. Вот на данный момент некоторые бабушки по два места занимают, потому что никого просто нет. На улице Краснозеленых на самом деле немного бабушек. В основном это матерые торговцы, торгующие здесь годами, личные авто рядом, заполненные под крышу ящиками с товаром. Стоят здесь и перекупщики. Естественно, комментировать свое нежелание торговать на территории рынка никто не собирается. После визита временно исполняющего обязанности губернатора показывать и предлагать исключительно кубанское становится, похоже, модным. Конечно, по-прежнему не принято торговать в фартуке с беджиком. Одеваются наспех, пока подходит оператор. Зато все овощи просто загляденье со своей грядки. Есть специальный торговый ряд для фермеров. Оля Змышко, фермер из Варениковской, сегодня уже знаменитость. Вениамин Кондратьев с ней разговаривал лично. Губернатор приезжал, познакомился с нами, собирался к нам в гости. Семейному фермерскому хозяйству есть, что рассказать краевым ведомствам. В этом году очень подорожали семена. Два раза подорожали. Как бы места у нас тоже самое осталось. Сколько вы платите за торговое место? 150 рублей. В мясном павильоне тоже обсуждает визит краевых властей. Каневской мясокомбинат, Кимашевский, да, Кимашевский мясокомбинат. У нас все документы, откуда идет наше мясо. И все же Вениамин Кондратьев был удивлен наличием на рынке белгородского мяса. Мясо нам поступает обязательно в специализированных машинах. Значит, в выселке, агрокомплекс, это свинина. Часть, но очень малая. Это оборонишь. Ветеринарный врач лаборатории Ирина Бойко показывает журнал, откуда поступает мясо. Свинина из агрокомплекса привезена, выселки. Дальше. Свинина у нас сегодня из ЗАО Нововоронежской, Воронежской области. Три туши. И из Стародеревянковской. И говядина сегодня, также Каневская. А вот скажите, по санитарным нормам, вот эти вот охлаждаемые витрины, это самое современное решение или есть еще какое-то? Да, для этого достаточно. Там плюс четыре, для охлажденного мяса это температура до плюс четырех. Витрины, с которых продают мясо на центральном рынке, претерпели модернизацию. И сегодня они охлаждаемы. Можно сравнить, какими они были. Разработать план реконструкции рынка Сергей Сергеев распорядился еще полгода назад. В том же ключе и мнении вице-губернатора Джамбулата Хатуова. Тут частный рынок Анапы. Забегаловка. Руководитель пытался говорить, вот мы модернизируем и так далее. Но, по-моему, за последние десять лет никаких изменений не произошло. По документам не значится. Стройка на пересечении Лермонтово и Астраханское, как выяснилось, снесена. Приставы закрыли исполнительное производство по решению суда. Местные жители удивляются. А уродливые конструкции из железа и бетона – это мираж? Им сверху видно все. Каждый день из окон своих квартир жильцы многоэтажки на Лермонтово, 121, наблюдают велотекущую стройку. А потому поверить отчетам местных правоохранителей на коллегии краевой прокуратуры никак не могут. На приеме у главы Анапы Сергея Сергеева анавчане пересказывают хронологию событий. Им ли не знать, столько инстанций пройдено. Они демонтаж делали где-то через полтора или два месяца, а потом начали опять завозить. Я опять звоню, с кем мы все время общались, этот Цепалов, заместитель Злобина. Общайтесь, говорите, с судебными приставами, сейчас они занимаются. Дали телефон. Ни я, ни Мария Васильевна в течение месяца не могли дозвониться ни до одного пристава. Решение суда снести торговые ряды на Астраханской не исполнено. Уродливая арматура, бетон, не обман зрения. Тогда на каком основании закрыто исполнительное производство? Людям на этот вопрос не отвечают, а вновь предлагают писать жалобы. Сразу президенту. Сегодня надо мной, я вам ответственно заявляю, над вами натурально издеваются, понимаете? Да. Даже над прокурором края издеваются. Не отвечают на звонки. Вот о чем я речь веду. И так странно, почему прокуратура вот так вот загородилась от нас. И мы вообще ничего не знаем. Городские власти идут уже пройденным путем. Опять в суды. Параллельно направив запрос в службу судебных приставов и документы в полпредства Южного федерального округа. Этот вопрос глава города называет принципиальным. Когда действительно будет исполнено решение суда, на Астраханской разобьют сквер. В Анапе ищут самый красивый дворик. Сегодня в рамках конкурса мы расскажем о жильцах, преобразивших свой двор многоквартирного дома по улице Крылова 6. Этот двор заслуживает особого внимания. Ведь еще год назад здесь не было ни цветов, ни зелени, а машины парковались прямо на газонах. Но с приходом председателя ТОС Татьяны Зеленковой двор преобразился. С газонов убрали машины и выделили для них специальное место. Газоны облагородили и вместо сорняков посадили красивые цветы. Озеленили весь дом, ухаживают люди, небезразличные, очень инициативные. И вообще это нас сблизило, мы стали дружны, ответственны. Даже небольшой участок требует большого ухода. Работа в полисаднике занимает все свободное время, рассказывает победитель конкурса «Лучшая клумба подъезда». Дворик небольшой, но очень чистый. Фишка этого двора, что он сплошь утопает в цветах. Они вьются по заборам и цветут в полисадниках. Дети не остаются в стороне и всегда помогают старшим. То сорняки выдернуть, то цветы полить. А недавно все вместе сажали хвойные деревья, кустарники и делали зону отдыха. Теперь в тени беседки сидеть одно удовольствие. И люди начали друг к другу лучше относиться, самое интересное. Поначалу все как-то горызлись потихонечку, ворчали, а теперь выйдут вместе поливать или сажать, как-то это объединяет. Редкий прохожий не остановится, чтобы не полюбоваться и не вдохнуть аромат прекрасных цветов этого двора. Наш зон самый лучший! В селе Суко на проходе к морю специалисты управления муниципального контроля провели мониторинг торговых точек. По сравнению с прошлым годом выявлено значительно меньше объектов несанкционированной торговли. И все же... Увеличивая торговую площадь, коммерсанты выставляли продукцию за границу торговых точек. Возле одного из ролетов гости курорта выбирали товар. А еще пару минут назад на то место, где стоит коляска с ребенком, упала металлическая сетка с вешалками и вещами. Стоит ли говорить, что развешивая товар на столбы, прислоняясь к стойке к торговым местам, предприниматели не только портят внешний вид курорта, но и могут нанести вред покупателям. При выявлении нарушения правил торговли, продавцы были предупреждены о том, как и где они должны осуществлять торговлю. Данные нарушения были устранены. В случае повторных выявлений на данных продавцов будут составлены протоколы об административном правонарушении. Специалисты передают материалы на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. За повторное нарушение предприниматель заплатит штраф в разы больше. Совсем скоро, 13 июня, анапчане и гости города отметят масштабное событие – открытие курортного сезона 2015. Жители России, желающие с максимальной пользой для здоровья провести отпуск на морском побережье, нередко дают предпочтение именно Анапе. Традиционно популярным направлением для семейного отдыха с детьми считается Анапа. Для того, чтобы отдых на курорте принес гостям только положительные эмоции, в городе трудятся, не покладая рук. К открытию нового сезона она поготовилась долго и тщательно. Прекрасные клумбы, чистые улицы, аккуратные газоны. Курорт действительно напоминает райский уголок. Везде уже цветы, деревня подстрижены, трава, то есть все чисто, аккуратно, то есть нигде нет мусора на улицах. Как бы город убран чистый. Чистота. Чистота города, чистота пляжей. В принципе, доброжелательные люди. Я здесь первый раз, мне действительно очень нравится. Теплом. Климатом своим. Воздухом. Мы с Сибири, поэтому для нас просто все удивительно. Отдыхаем. Первостепенно для себя задачей власти Анапы считает обеспечение безопасности, как гостей, так и жителей города. Для этого предпринимаются всевозможные меры. В многочисленных санаториях, пансионатах и на базах отдыха завершается подготовка к приему отдыхающих. Продолжает улучшаться курортная инфраструктура, реконструируются и открываются новые объекты индустрии развлечений. Открытые краевые соревнования начались в спортивной школе «Виктория». Маленькие, но от этого не менее сильные спортсменки края и России приехали завоевывать первые места. В ежегодных соревнованиях приняли участие спортсменки не только из Краснодарского края, но и из Саратова и Белгорода. Девчонкам два дня предстоит соревноваться между собой на гимнастических снарядах, вольных упражнениях и опорных прыжках. Хочется вам пожелать в этих соревнованиях, наставшихся традиционными, чтобы всегда вы стремились к достижению самых высоких спортивных результатов. Никогда не останавливались перед любыми трудностями. И мы верим в вас, потому что вы действительно наш золотой фонд. Лучшие анапские спортсменки открыли соревнования показательными выступлениями. Кристина Сапко занимается спортивной гимнастикой 10 лет. Привели родителей, но со временем Кристина поняла – этот вид спорта буквально создан для нее. В Белгороде на всероссийских соревнованиях стала кандидаткой в мастера спорта, а в Краснодаре – абсолютной победительницей в многоборье. Конечно, я уже много выступаю, но все равно этот мандраж, этот страх все равно не проходит. И это чувство, когда ты делаешь снаряд просто отличное – это волшебно. Самая юная участница соревнований – Елизавета Томилова. Ей всего шесть. Спортивной гимнастикой занимается только год, но уже не представляет своей жизни без тренировок и соревнований. А в будущем хочу я стать олимпийской чемпионкой. Сегодня спортсменки опробуют снаряды, а завтра выйдут соревноваться за первое место. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – магазин-салон изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В пятницу, пятого июня в Анапе малооблачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью до 19 градусов тепла. Ветер северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.